В начале программы о новом преступлении террористов в Сирии. В Алеппо боевики нанесли прицельный удар по российскому мобильному госпиталю. Мина попала в приемное отделение. Погибли две медсестры, тяжело ранен врач-педиатр. Есть жертвы и среди мирных жителей. По данным Министерства обороны России, преступление совершено боевиками так называемой умеренной оппозиции, которую поддерживают на Западе. Москва требует от международных гуманитарных организаций осудить преднамеренное убийство медиков. С места трагедии репортаж нашего специального корреспондента Ивана Прозорова. Мобильный госпиталь Минобороны. Он был готов к работе. Медперсонал был на своих местах. Начинался прием жителей Алеппо. Теперь здесь пепелище. Здесь было развернуто приемное отделение. Но террористы не дали начать работать российским врачам. Прямое попадание мины били прицельно. Обугленный бронежилет. Он был на нашей медсестре. Спас бы от осколков. Но шансов при прямом попадании мины крупного калибра не было. Она погибла на месте. Двое медиков были тяжело ранены. Мы находились неподалеку и услышали сильные взрывы. Когда прибежали, все было в огне. Мы немедленно начали спасать наших российских друзей. Вызвали скорую помощь. Российские и сирийские медики сделали все возможное. Но ранения оказались слишком тяжелыми. В больнице скончалась вторая медсестра. Сейчас коллеги борются за жизнь врача-педиатра, который сам должен был спасать детей. Жертв могло быть больше, но наши военные успели среагировать. Как только начался обстрел, эвакуировали персонал госпиталя и мирных жителей в безопасное место. Вся ответственность за убийство и ранения наших медиков, оказывавших помощь детям Алеппо, лежит не только на непосредственных исполнителях, то есть боевиках оппозиции. Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпистывал и вооружил этих зверей в человеческом обличии, назвав их для оправдания перед своей совестью избирателями оппозиции. Да-да, на вас, господа покровители террористов. Удар по госпиталю может показаться дикостью, но только не для боевиков, которые далеко не впервые выбирают в качестве целей мирных жителей, сотрудников российских гуманитарных миссий. И точность, с которой били террористы, не вызывает сомнений. Где-то рядом работал наводчик боевиков, который передавал все данные и координаты именно приемного отделения. Через полтора часа после обстрела, когда на месте работали журналисты, атака возобновилась. Боевики явно выжидали, когда люди выйдут из укрытий. Юрец, подъезд! Быстро сюда, в укрытие! Продолжается вторая волна обстрела. Несмотря на то, что снаряды падают в нескольких сотнях метров отсюда, осколки долетают до нас. Вот это, судя по всему, в нашего переводчика попал этот осколок. Он, к счастью, не пострадал. Не знаю, что это ворует. Непонятно, что этот объект стукнулся в мою колину и отлетел. Поэтому она все еще очень сильно горячая. Слава Богу, это, видимо, было очень далеко, поэтому нету никакого ранения. Есть жертвы среди жителей Алеппо. 8 погибли, 25 ранены. Именно поэтому госпиталь, рассчитанный на прием полтысячи человек в сутки, возобновит работу. Мы сейчас оцениваем размер ущерба. Госпиталь будет развернут и будет работать в полном объеме, оказывать ту необходимую помощь мирным жителям, которые вышли из территории подконтрольных боевиками восточных районов города Алеппо. Прицельные удары по госпиталю и беспорядочные обстрелы жилых кварталов идут вразрез с обвинениями в том, что это Россия бомбит больницы. И никак не вяжутся с образом умеренных оппозиционеров, как на Западе называют головорезов из восточного Алеппо. Иван Прозоров, Юрий Шолмов, Гора Бразилов, Первый канал, Алеппо, Сирия. Москва призывает Запад подключиться к усилиям по подавлению экстремизма в Сирии, говорится в заявлении, с которым российский МИД выступил после обстрела госпиталя в Алеппо. На Смоленской площади отметили призывы из западных столиц к прекращению контртеррористической операции в восточном Алеппо напоминают попытку выградить преступников, виновных убийств и российских медиков. С комментариями о трагедии в Алеппо выступил и Международный Красный Крест. Там подчеркнули госпитали, больницы, медицинский персонал и раненые находятся под защитой международного гуманитарного права. Они не должны подвергаться атакам. Все стороны вооруженного конфликта обязаны сделать все возможное для того, чтобы врачи могли продолжать работу в зоне боевых действий.